Малый бизнес, региональные особенности, риски и перспективы – основная тема встречи, которую редакция БАЗ-ТВ организовала для предпринимателей района Басарабяска. В роли спикеров выступили один из самых известных в Молдове экономических экспертов Вячеслав Янице и руководитель государственной налоговой службы страны Петру Ротару. Мы проводим подобные встречи для того, чтобы как-то сплотить предпринимателей района. Мы хотим быть связующим звеном между ними и между экспертами, между людьми, компетентными в разных сферах, для того, чтобы наши местные бизнесмены получили полезную информацию, чтобы они получили какой-то новый импульс для развития своего бизнеса. В ходе встречи директор налоговой службы Петру Ротару рассказал присутствующим о последних изменениях в системе налогообложения в Республике Молдова, в том числе о переходе патента обладателей на самостоятельную деятельность. По его мнению, это позволит сделать экономику более прозрачной, а предпринимателям откроет новые возможности для развития своего бизнеса. Как сообщил Петру Ротару, в районе Басарабяска 35 патента обладателей, 18 из которых уже перешли на самостоятельную деятельность. Участники встречи, которые давно торгуют на рынке, задавали много вопросов, касающихся данной темы. Участники рассказали, что миграция от патента на актеат индепендент, это полезная тема для людей, потому что мы говорим о фонд социале и плате, которые есть. Это самый последний механизм о экономической деятельности в РП Молдова. Мы говорим один процент из леверов, в который с удовлетен рацион, он поступает в правильную деятельность. более чем 1.200 млн. и, однако, все принятия дарилами сома, которые будут обслуживаться от этого процесса. Все импости и такси будут обслуживаться в базе авиции по которым они предлагают сервис фискал. Это один aspect. И, второе, миграция. Это очень удобно, в смысле, в том, что, это нужно только бюллетенов и фактуры для обслуживания аппарата ЛИКАС conectат к регистрации электронного ванзарилла. Сейчас еще раз мы свидетели, что законодательства, которые в окружении этих проблем, были большими ажиотажами, протестами, мы были уверены, что, действительно, это не так плохо. Предприниматели также затронули такую проблему, как нелояльная конкуренция, которая приводит их бизнес к упадку. В частности, речь шла о торговле по интернету и торговцах, разносящих свои товары по учреждениям. Чувствуется, что бизнесмены, они страдают от нелегальной торговли. То есть, получается, нечестная конкуренция. Когда тебе объясняют эту теневой экономику, как убивает легальный бизнес, не то, что мы не знали об этом, но они очень четко дают, как это работает. И это помогает. Помогая им, мы помогаем всем. Кроме того, Вячеслав Янице отметил, что в Басарабяске заметно ощущается дисбаланс в сфере экономики по сравнению с другими регионами. Заметно, что здесь экономика сильно была потрепана, вот эти три года кризиса. Но надеемся, что вот такие встречи будут в помощь, включая местным бизнесменам. Хотелось бы, чтобы местная власть услышала. Потому что мы многие годы работаем с местными властями, и мы знаем, что очень сильно жизнь в одном населенном пункте зависит от того, насколько открыта местная власть. В течение нескольких часов предприниматели активно задавали спикерам вопросы и получали на них квалифицированные ответы. Было, во-первых, интересно, связано с местными проблемами, которые имеются в населенном пункте. И когда приглашают людей, чтобы обсудить какие-то вопросы, люди, вот с Кишинева, как приехали, они объяснили свое видение. Ты сравниваешь со своим видением и получаешь какой-то результат, какой-то вывод. Это было очень продуктивно. Было бы хорошо, чтобы в будущем больше встречи, потому что, когда мы встречаем на массе, то есть больше вопросов и ответов на нашу понимание, на понимание людей. Для меня это было приятно услышать ответы, именно начальник Нолгоинспекции. Впервые, когда он с нами был так тактичен, открытым, на все вопросы ответил, я был в восторге даже. То, что встреча прошла очень продуктивно, отметила и директор БАЗ-ТВ Людмила Топал. Чем сегодняшняя встреча отличалась от двух предыдущих, это активность участников. То есть предприниматели задавали вопросы, которых на самом деле волнует, они хотели получить на них ответы, они поднимали какие-то такие важные проблемы, о которых, может быть, даже и мало говорится, особенно на центральном уровне. Они получали компетентные ответы на свои вопросы и думаем, что таким образом цель этой встречи была достигнута. Встречу местного бизнес-сообщества редакция БАЗ-ТВ провела уже в третий раз и планирует делать это впредь.